Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня экспресс-мастер-класс. Вот спешила-спешила быстренько вам его показать. Я его обнаружила вчера, быстренько. Вчера я нарисовала, накидала схему для вас. Сегодня я снимаю видео и постараюсь быстренько это все дело вам показать. Потому что маечка вообще шикарная, на мой взгляд, с изюминкой и простенькая, и в то же время классная. Вот правда, очень классная, поэтому сегодня экспресс-мастер-класс. Я склоняюсь на 95% ее связать. Вот, девчонки, пишем свою реакцию. Я думаю, она вам понравится точно так же, как и мне. Потому что очень интересная такая, необычная, незаезженная, интересная маечка. Вот, значит, схему. Опять, девчонки, ошиблась в схеме. Сейчас объясню, где. Вот я ее нарисовала. Опять же, я ее, конечно же, Instagram брошу. И я ее, наверное, в сообщество выложу. Потому что сейчас не знаю, если вы заскримите, если вам будет все хорошо видно. Поэтому я сделаю фотографию чуть лучшего качества. И выложу во всех везде. И в Facebook, и в ВКонтакте, и везде-везде. Я эту схему в Facebook и в группе, вот, эту схему вам предоставлю, чтобы она у вас была. Так, по поводу схемы. Вот он мой образец. Мы видим, что схема у нас идет центральная, как бы, разделена пополам. Да, от центра у нас идут ажурные полосы влево. И от центра идут вправо. Вот, вверх. Единственное, в чем я ошиблась. Я, вот видите, я посмотрела, посмотрела вчера, посмотрела пройму, посмотрела вырез. Вот, прикинула приблизительно, но не заметила одну деталь. У нас в оригинале, вот, если вы посмотрите на фотографии, вот здесь, вот, между вот этими рапортами, вот, которые я обозначила, у нас здесь две петли. А я расчет сделала на одну петлю. То есть, на рапорт у нас состоит из 20 петель, вот. Но рапорт у нас, я не буду показывать девчонки узор, потому что это видео будет потом на час. Я думаю, что схема очень простая. Я по таким нюансам пройдусь по схеме и покажу это все на образце, будь я его связала. Схема простая, я думаю, вы с легкостью с ней разберетесь. Те моменты, на которые могут возникнуть вопросы, я постараюсь осветить. Это, по моему мнению, моменты. Значит, что первым делом, что очень важно в этой схеме. Рапорт состоит из 20 петель. Вот, то есть, 20 петель, это 10 вот здесь вот, где полоса идет вправо, и 10 вот здесь вот, где полоса ажурная идет влево. Вот, если смотреть на образец, то вот рапорт и вот рапорт. И они, как бы, идут в разные стороны. Поэтому мы не можем, как бы, рассматривать в целом вот этот рапорт, потому что здесь у нас расходятся. Вот мы рассматриваем вот так вот. То есть, вот эти вот 10 петель, они у нас вот так вот повторяются. Здесь у меня еще один рапорт, видите? И далее еще, еще, еще. То есть, вот начало, оно здесь будет немножечко вверху отличаться, тоже я об этом скажу. То есть, прежде чем вязать по этой схеме узор, вы, пожалуйста, посмотрите все-таки, хоть на ускоренном это видео, чтобы понимать, о чем я говорю. То есть, основываемся мы на центр. Рапорт состоит, вернее, количество петель у вас должно состоять обязательно делиться на 20 плюс 4 петли. У меня здесь схема на 3 петли, то есть, одна петля, вот, центральная, и 2 петли кромочные. Вот, у вас же 2 петли кромочные плюс 2 по центру, если хотите, как в оригинале. У меня одна петля, вот, видите, на этот момент я не обратила внимания, и вот выглядит это вот так вот. Хотя тоже очень красиво, как бы, большой разницы я не вижу, но, чтобы не, как бы, не отклоняться от оригинала, я говорю, что здесь 2 петли. То есть, вы пляшете, обозначает, вот, когда вы набираете петли, внизу вы можете резиночку связать, я связала своим любимым способом, простейшим. Оставлю видео, ссылочку под видео в описании на этот способ элементарной резинки края, без никаких игл, бросовых нитей, без ничего. Вот, и вы начинаете отсюда правильно распределить первый ряд, потом оно само по себе видно, как идет петля, вы на основе вот этого накида, и уходите вправо здесь, уходите влево здесь, вот этими двумя вместе. То есть, вы не потеряйтесь, у вас просто должна идти вот эта полоса в нужном направлении, да, вот я определила, у меня здесь 3 раппорта. Вначале, видите, одна петля посредине, 3 раппорта вот этих, то есть у меня 3 раза так, между ними одна петля и 3 раза вот этих вот раппорта по 10 петель, плюс 2 кромочные. И я вяжу далее по схеме, вяжу по схеме, даже я вязала, понятное дело, без схемы, я ее нарисовала для вас. Итак, мы продолжаем вязать до 19-го ряда. Значит, в 19-м ряду, вот я сейчас его как раз 19-й, у нас что получается? У нас в 19-м ряду получается, что здесь у нас не хватает сделать 2 петли вместе, то есть у нас аннулируется, в принципе, 1 дырочка. То есть здесь уже я как бы не ищу ее сделать в конце, а здесь тоже еще не ищу, чтобы был вот этот вот промежуток из 10-ти петель. Вот 19-й ряд у нас проходит вот таким вот образом, при этом здесь везде, понятное дело, мы все делаем, не делаем ни здесь, ни здесь. То есть делаем, далее повторяем с первого ряда, то есть 20 рядов вверх у нас раппорт и 10 петель, ну по сути 20 у нас внизу раппорт. Который разделен пополам. Так, что еще по узору? Так, по изнаночному ряду, если вяжем поворотными рядами изнаночный ряд, все петли лицевые, я здесь не рисовала, здесь я нарисовала, видите, ушла дальше. То есть это мы понимаем, каждая полоса у нас уходит в свою сторону, пока не закончится. То есть пока не уйдет это. Если вы вяжете в круговую, две детали в круговую, то у вас эти полосы получатся, что они придут вот так вот на стык. Вот так вот. И здесь закончится стык, да, в боковой части, ну на боковушках. Так, с узором я думаю понятно. Значит, еще раз повторюсь, при поворотном вязании изнаночными лицевыми, при круговом вязании, если вязать, что я рекомендую вязать эту майку в круговую, то мы вяжем просто каждый четный ряд изнаночными петлями. Узор у нас выполняется в нечетном ряду лицевом. Теперь по поводу самой модельки. Девчоночки, очень красиво, ну очень мне нравится. Ну очень классная маечка, очень мне нравится. Значит, что я рисовать буду две как бы отдельно детальки. Но подразумеваю я, конечно, кому проще вязать отдельными деталями, то, конечно, вяжите отдельными. Но я бы вязала, все-таки это летняя вещь. Значит, рекомендуемая пряжа хлопок вискоза, подборку сделаю под видео. Так что раскрываем описание под видео и смотрим подборку пряжи, которую от меня, которую я рекомендую. Значит, первое, что это две равные, одинаковые детали. Ну, эти полосы я рисовать не буду, это так для понимания. Здесь они будут сходиться, если это в круговую. Припуск я бы здесь не делала. То есть мы измеряем окружность груди и в самом широком, понятное дело, месте. Вяжем образец и определяем количество петель. Никаких припусков мы не делаем. Пляшем от центра. То есть рапорты наши распределяем от центра. И уже как получится в боковушке, как придется. Насколько хватит петель. Если вы вписываетесь в рапорт, вообще идеально. Значит, и вяжем до проймы. Что когда спинка? Значит, здесь у меня будет перед, здесь у меня будет спинка. Значит, вырез горловины. Когда мы начинаем, значит, делать пройму. Вот передняя деталь. Мы делаем пройму. Задняя деталь. Мы делаем пройму. На передней детали мы начинаем делать пройму. Пройма у нас, что у нас получается там? Что у нас кромка идет из 5 петель. 5, 6 петель. 6, да? Плюс 1 кромочная. Плюс 1 кромочная будет так. Значит, и кромочную я, там, вроде бы как изнаночная, но я бы кромочную вязала лицевую. Все-таки оно красивее на платочной вязке получается. 6 петель, после них 2 петли вместе. И сокращения у нас идут вот так вот в каждом лицевом ряду после 6 петель. Это и здесь, и на спинке, и на передней детали. Все одинаково. Так, девчонки, перерисовала. Я потом, что запутала сама, начеркала, нарисовала. И перерисовала. Значит, закончила я у проймы. Значит, пройму мы делаем 6 петель от края. Отступаем и делаем пройму. 2 петли вместе провязываем. По 2 петли. По 2. И спинку. Вырез спинки мы начинаем. Либо вместе с проймой, либо опускаем глубже, либо поднимаем выше. Тут в зависимости от того, какой вырез вы любите летом. Я люблю максимально открыть, чтобы не жарко. Хотя уже и надо максимально закрывать в возрасте. Но я люблю открыть. Теперь сокращения здесь у нас идут после кромочной по вырезу. Кромочную вяжите лицевой, будет красиво. В горловине точно так же после кромочной. И пока у нас не останется на бретельку, здесь петель 8. Вот, на эту бретельку, которую мы довязываем, здесь у нас будет по спинке длиннее, а по передней детали короче. Ну, это я, конечно, не одинаково нарисовала, но я думаю, понятно. То есть, мы делаем сокращение до того момента, пока у нас это все дело не встретится. Вот, на финишной прямой. Сокращение делаем в каждом лицевом ряду. Изнаночный провязываем без ничего. На плечиках сшиваем вот эти полосочки. Полосочки можно сделать чуть пошире, хотя бы по 10. Только потому, чтобы не так они пружинили, не так тянулись. Экстремально, да? В принципе, девчонки, все. По сути, она простая мачка. Ну, если в круговую вяжем, то в круговую вяжем. Здесь разделяем проймы. Но я так хочу ее связать, вот что вы мне на это скажете. Вот жду вашего мнения, если прям будет бурная реакция, которой, кстати, не было уже давно. Последняя бурная реакция была у кардигана. Я понимаю, что лето не особо всем хочется вязать и смотреть. И, в общем, ничего не хочется. Хочется быть на травке, на природе, да? Это все понятно. Вот. На эту маячку мне хочется связать. Все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вига Школа Рукоделия. Всем пока-пока!